С 1 ноября Запорожская военная поликлиника перешла на новый формат работы. Теперь это, как и прежде, военный госпиталь. Так гласит приказ Министерства обороны. Насколько готовы лечебные учреждения принимать раненых бойцов, узнавали наши журналисты. Военный госпиталь на 85% готов принимать своих первых пациентов, говорит заместитель начальника медучреждения Александр Тяпкин. В рамках нового формата работы в госпитале увеличено количество койко-мест. Ранее он был рассчитан на 75 койко-мест, теперь на 100 койко-мест с 5 отделениями. Приемное, хирургическое, терапевтическое, реанимационное и инфекционное. Госпиталь практически готов принять своих первых пациентов. Вы видели и нашу операционную, и отделение реанимации. Это основные будут такие места, где будет оказана квалифицированная помощь нашим медицинским персоналам. Но, конечно, есть ряд проблем. Я думаю, что через неделю уже будут практически первые пациенты, которые будут находиться здесь круглосуточно. Сейчас загвоздка заключается в организации питания. Чтобы круглосуточно работал стационар, необходимо, чтобы заработала столовая. Этот вопрос планируют решить в течение нескольких дней. Сегодня запустить столовую не позволяют мощности электросетей. Как только установят новый трансформатор и вопросы по электричеству будут решены, это медучреждение заработает на полную силу. Персонал практически на 95% укомплектован. Хочется отметить даже те военнослужащие, те специалисты, медицинские работники, которые были волей судьбы, уволились с военного госпиталя в октябре 2013 года. На сегодняшний день они вернулись сюда, в свой коллектив родной. Поэтому, в принципе, здесь будут работать профессионалы. Еще требуется реанимобиль и новые рентгенаппараты для улучшения качества обслуживания. А в целом госпиталь, благодаря по большей части меценатам и небезразличным людям, сегодня оснащен и готов принимать пациентов. Однако требуется еще немного времени на приведение в порядок некоторых помещений, завершение отделочных работ. Хотя, как отмечает Александр Тяпкин, эти мелочи можно доделывать уже в рабочем режиме.